Здравствуйте, друзья! Добрый-добрый вечер! Я вас рада всех приветствовать на нашей очередной весенней встрече. А я сейчас подключусь к Инстаграм, и у нас иногда возникает провал со связью. Если такое произойдет, я сейчас вам скину ссылочку на трансляцию в Инстаграм, где, если произойдет сбой связи, можно будет подключиться и посмотреть продолжение трансляции. Если я замечу вовремя, что трансляция оборвалась, я обязательно создам вторую часть. нашей встречи, и вы сможете уже продолжить, возможно, продолжить смотреть здесь. Сейчас, секунду. Вот ссылочка на мой Инстаграм. Если оборвется связь, то можно будет посмотреть продолжение здесь. И тогда сейчас я подключаюсь к Инстаграм. Здравствуйте, друзья! Добрый-добрый вечер! Приветствую вас на очередных весенних встречах. Эта трансляция идет в Инстаграм и в нашей группе Fermentorium Prebiotin Club. Всем добрый вечер! Если вы видите меня и слышите, пожалуйста, поставьте лайки или какие-то другие познавательные моменты, чтобы я понимала, что у нас есть обратная связь с вами, и я буду ваши вопросы видеть. Читайте там, где вы смотрите трансляцию. Очень хотелось бы эту встречу сделать максимально полезной для вас. В первую очередь, поэтому все-все-все ваши вопросы я очень жду и приветствую. Добрый вечер, Ульяна и все, кто мне пишет в Инстаграм. Рада вас всех тоже видеть. И сегодняшняя наша встреча будет посвящена такой, скажем так, неприятной теме. Приятной, но весьма актуальной, учитывая то количество писем, которые мне приходят на почту. И то, как часто мы эту тему обсуждаем в социальных сетях, в нашей группе Fermentorium, и на конференции, которая была посвящена бактериям, пробактерии.ру, да? Эта тема всегда вызывает очень повышенное внимание. Так вот, сегодня наша задача понять, что такое на самом деле кандида, в каких случаях она возникает, какие есть у вас индивидуальные факторы, которые увеличивают вероятность кандидоза, да, кандида, которая возвращается. Какие факторы мешают от нее излечиться. Когда, какой можно использовать комплексный план по ее устранению для того, чтобы избавиться от нее раз и навсегда. Ну, если мы готовы, то поехали. Вообще, если тема для вас актуальна, пожалуйста, поставьте лайк или какой-то плюсик, чтобы я понимала, что... И вообще, если мы будем во время общения... Давайте мне понять, что тема актуальна, вопрос актуален, и какими-то обозначениями поддерживайте, пожалуйста, я буду тогда понимать, что мы идем в правильном управлении. Спасибо за обратную связь. Итак, значит, что нужно вообще понимать? Нужно понимать, что бактерии, как и дрожжи, как и другие грибы, не являются для нас врагами. Вообще, кандиды являются условно-фатогенным грибом. Вообще, бактерии и грибы тоже, любые микроорганизмы, они вообще-то, мы живем с ними всю жизнь, и они заселяют нас, наш организм с нашим появлением через родовые пути матери. И даже если у матери на момент родов был кандидоз, то это очень неблагоприятный момент, потому что эта кандида перейдет и ребенку, и, конечно же, пошатнет вот тот неустойчивый пока еще бактериальный состав, который будет только формироваться в первые месяцы, дни его жизни. Поэтому эту тему очень предлагаю внимательно, скажем так, прислушаться, если особенно вы беременны, планируете беременность. Вообще, в принципе, если вы когда-то с кандидой встречались, то послушайте этот семинар. Но, тем не менее, кандида – это представитель норма лоры человека. Что это значит? Что те референсные значения, о которых мы слышим, когда мы сдаем анализы, которые определяют соотношение бактерий в нашем кишечнике, урогенитальном тракте, где бы то ни было. На самом деле это все очень условно. Есть такое понятие, как норма биоциноз. Это уникальное именно для вас соотношение бактерий, с которым вы чувствуете себя замечательно, с которым вы прекрасно живете и сосуществуете. Но в разное время жизни по разным причинам может происходить нарушение вот этого соотношения бактерий, будь то в кишечнике, будь то на других слизистых или органах. И когда мы говорим… То есть кандида – это представители норма флоры человека, с которыми живем всю жизнь. И в нормальном соотношении кандида выполняет свои полезные функции. Она может участвовать в пищеварении, она может синтезировать определенные полезные элементы. Но проблема возникает тогда, когда происходит избыточный рост кандиды, избыточный рост других условно-патогенных представителей нашей нормофлоры, которые будут создавать условия для процветания кандиды. Или, например, недостаточный рост симбиотных бактерий, например, лактобифидобактерий, которые очень конкурентны и которые вот в этой борьбе за ресурсы, за место под солнцем, они подавляют рост патогенных бактерий, дрожжей, плесени и так далее. То есть проблема возникает именно тогда, когда нарушается оптимальное именно для вас соотношение бактерий в вашем кишечнике, урогенитальном тракте и так далее. А вообще, вообще, кандида, во-первых, есть более 186 разновидностей этого гриба. Некоторые живут и делают нам потрясающий напиток, такой как чайный гриб. Но этого совершенно не стоит бояться, потому что совершенно другой вид кандиды. Некоторые грибки живут в кефире. Они так называются кефирный гриб, поэтому им мы благодарны за вот этот потрясающий, суперполезный кисломолочный напиток. И, тем не менее, есть около десятка видов кандиды, которые действительно могут вызывать определенные заболевания, которые, в общем, мы называем кандидоз. И встречается кандидоз кишечника, встречается вагиноз бактериальный, то есть это кандидоз урогенитальный, урогенитальный, это может быть кандидоз кожный, внутренних органов, то, что мы называем системным кандидозом, пневмония новорожденных. Вот как раз это тот случай, когда ребенок может через родовые пути матери получить кандиду при рождении. Это достаточно нехорошая картина. Очень актуальная тема. Читала у врачей функциональной медицины, что кандида может быть одним из триггеров псориаза. Вы согласны с этим? Да, я с этим согласна. Я буду сегодня говорить о том, что кандида угнетает иммунную систему, и поскольку экзема, псориаз, другие заболевания, которые тесно связаны с иммунной системой, вот отсюда и происходит эта связь. Так вот, различают две формы кандидоза. Это поверхностный кандидоз, это слизистая и кожа, и глубокий кандидоз, кандидоз внутренних органов. То есть, если первый вариант мы можем увидеть, как-то сразу распознать, то кандидоз внутренних органов, это уже более сложная задача, с этим справиться, но тем не менее посильная нам. Как правило, внутренний кандидоз, то есть кандидоз внутренних органов, встречается при слабом иммунитете, в то время как кандидоз кожи и слизистых, он может встречаться и при нормальном иммунитете тоже. И вот хочется особенно отметить для женщин, очень важно понимать следующую вещь. Поскольку органы малого таза расположены очень близко, то, как правило, если есть кандидоз кишечника, например, толстого кишечника, то практически всегда он сопровождается кандидозом оргенитальным. Потому что, во-первых, выходы находятся рядом, и она легко переносится. Это раз. Во-вторых, вот эта мембрана, которая отделяет органы малого таза, она проницаема. Поэтому, как правило, если вообще в принципе принято, лучше всего подходить к лечению кандидоза комплексно, а не лечить ее какими-то местными средствами, например, свечами, потому что это неэффективно. Еще раз повторюсь, что, как правило, кандидоз в 95% случаев, если он есть у оргенитального, то он есть и в кишечнике, и наоборот. Поэтому нам нужно работать с системой. Нам не нужно лечить местные, какие-то отдельные органы. Вот это очень важно. Так вот, отмечено, что у женщин, у которых есть кандида, отмечается сопутствующая аллергия на пыльцу, на плесень или на какие-то другие внешние раздражители. Вот это тоже очень интересная взаимосвязь. Чем вообще опасна кандида? Вопрос полностью исключить сахар. Ну, на самом деле, не только сахар. Я об этом буду сегодня говорить. Чем вообще опасна кандида? Помимо общего дискомфорта. Во-первых, она вырабатывает так называемые внутренние токсины, эндотоксины, которые способствуют, если мы говорим про кандидокишечника, разрушению кишечной стенки, вызывая тем самым проницаемость. И мы с вами говорили уже несколько раз на нескольких встречах о том, что такое синдром повышенной проницаемости кишечника. Вот как раз кандида является одним из факторов развития проницаемости и повышенной чувствительности к пище. И как мы с вами уже не раз говорили, решив первую причину, можно навсегда избавиться от чувствительности к пище. Ольга спрашивает, Витилига может быть следствием кандидоза? Ну, у этой болезни много разных причин. Поэтому, что в вашем случае может быть следствием, что может в вашем случае быть причиной? Нужно анализировать, скажем так, ваши факторы, факторы образа жизни, ваше питание и уже после этого делать определенные выводы. У меня нет аллергии, но генитальный кандидоз бывает. Ну, я не проводила, скажем так, прямую связь. Я просто сказала, что по общим наблюдениям у женщин, у которых есть кандидоз, большая склонность есть к выработке аллергии. Поэтому здесь я бы не стала проводить такую прямую связь. И тем не менее, если есть склонность к кандидозу, то это говорит об ослабленном иммунитете. Это раз, о том, что кандида еще больше угнетает иммунитет. И вот это вот еще один пункт неприятный последствий кандидоза нелеченного, это угнетение иммунной системы кандиды, поскольку кандида часто находится в кишечнике. И мы знаем, что большая часть иммунной системы, расположенной на кишечнике, это более 80%, и кандида, она приводит к дисбалансу кишечной нормофлоры, поэтому подавляет производство иммуноглобулина, который имеет большое значение для здоровья и иммунитета. Так вот, при избыточном росте кандиды также отмечено частое возникновение гастро-доодональных язв, язвенный колит, болезнь крона, аутоиммунные процессы, бронхиальная астма, дерматит, крапивница и другие аллергические проявления. Ну и пищевая чувствительность, еще раз тоже здесь хочу повторить, и механизмы, механизмы только что мы проговорили. Как уже опять же мы отметили, кандида выпускает определенные токсины, и вот этот токсичный коктейль, он перегружает иммунную систему, потому что этот токсичный коктейль, он попадает, во-первых, афолимфатическую, в лимфу, да, и разносится по всему организму, ставит под угрозу другие органы и ткани. И таким образом, вот поэтому тоже, да, можно считать кандиду не каким-то местным проявлением, а общесистемным состоянием организма. Представьте себе, что ваш организм – это квартира, которую вы хотите сдать или продать. Вот кто, какой жилец заселится в вашей квартире, это зависит от того, какую обстановку в этой квартире вы сами создали. И, соответственно, жильцы, которые придут к вам, они будут... То есть вы должны создать такую обстановку в вашей квартире, чтобы к вам пришли хорошие жильцы, да. Соответственно, в вашем организме вы должны создать такую биологическую среду, в которой будет хорошо и комфортно жить именно симбиотным, нужным вам бактериям, а не дрожжем, условно-патогенным бактериям и так далее. Вот с этой задачей необходимо работать, а не стараться использовать какие-то быстрые средства, использовать какое-то неадекватное лечение, после чего очень многие жалуются, что кандидата возвращается. Это какая-то очень страшная вообще эпидемия и так далее. На самом деле нужно просто использовать правильные методы, эффективные, правильные, комплексные, системные методы и не гнаться за быстрым каким-то решением, потому что скупой платит дважды. И в этом случае, когда мы, ну скажем так, экономим свое время, экономим на каких-то, может быть, более дорогих, но эффективных методах, мы сталкиваемся с тем, что кандида возвращается, да, или, как говорится, воскресает. И очень интересная связь. Так вот, по поводу этого токсичного коктейля, это, конечно же, очень сильно нагружает органы элиминации. Поэтому работа печени, кишечника, может быть, вследствие этого затруднена. И, может быть, печень, она, и кишечник, они выполняют очень огромную часть функций по детоксикации на ежедневной основе. Они выводят наши ежедневные метаболиты. Они выводят наши гормоны, да, и если мы дополнительно перегружаем их вот этими токсинами, да, вот, бактериальными, то, эндотоксинами, то здесь, может быть, пойти в приоритет именно эта задача. И, к примеру, может быть, связь с гормональным фоном даже, с движением гормонального фона. К примеру, если печень и кишечник перегружены, то будет неэффективно выводиться половые гормоны, например, эстроген, и это будет приводить к экстроген, доминированию эстрогена, да, эстрогенному доминированию, такое состояние, при котором развивается синдром поликистозных яичников, скомность к миомам, кистам и так далее. Так вот, интересная очень взаимосвязь между проницаемостью кишечника, кандидозом, сахаром, кровью и надпочечниками. Было интересное такое исследование, в котором выяснили, что кандида более активна ночью. Соответственно, когда человек спит, и кандида более активна, она питается сахарами и крахмалами, любыми формами сахара, и за ночь она как бы подъедает в организме вот эти сахара, тем самым сахар крови к утру очень сильно падает. Когда сахар очень сильно падает, вырабатывается кортизол в большом количестве. И вот этот неадекватный выброс кортизола в течение длительного времени в долгосрочной перспективе приводит к источению надпочечников. И недостаток кортизола, недостаток функций надпочечников, он может стать причиной нарушения работы щитовидной железы. Вот такая вот очень сложная связь, которую в одном из исследований я прочитала. Когда мы говорим про факторы, когда мы говорим про факторы, у меня хорошо слышно на вообще, потому что кто-то жалуется, что есть проблемы с интернетом. Я вот хочу понять, что у меня или на вашей стороне, потому что у меня вроде бы все хорошо идет. окей, здорово, спасибо за связь, за обратную, спасибо Ольга, спасибо всем, кто ответил. Так вот, если мы будем разбирать, мы всегда начинаем работу, когда мы работаем индивидуально, и поскольку многие из вас знают, что я очень давно и глубоко занимаюсь именно микробиотой, и я являюсь организатором конференции, которая была в прошлом году, на которой мы собрали более 23 экспертов по микробиоте человека. Эта конференция была посвящена микробиому и самым передовым знаниям в этой области. У нас были очень многие звездные эксперты, эксперты Первого канала, такие как Сергей Вялов, такие как Екатерина Янг и многие-многие известные врачи, антитрициологи и другие эксперты. Так вот, поскольку я очень давно занимаюсь этой темой, имею очень большой опыт в сфере вообще бактериальной инфекции и в частности кандиды, и очень много работаю с клиентами для лечения кандидоза. И мы всегда работу нашу строим на определение тех факторов, которые именно в вашем конкретном случае могут быть причиной избыточного бактериального роста, в частности кандида. Например, это может быть при нарушении иммунитета. И тогда в этом случае правильнее было бы поддержать именно иммунитет, то есть использовать определенную программу, которая будет поддерживать иммунитет. Здесь можно включать различные травы, различные метаболиты, бактерии, пробиотики и все-все-все прочее. У меня есть готовая программа, она является частью антикандидного протокола, если вот именно эта проблема является одним из основных факторов избыточного роста кандиды. Эта конференция, да, она была в записи, она проходила записи изначально, то есть все интервью с экспертами, все материалы, которые они предоставляли, они все были в записи, и сайт этой конференции называется probacteria.ru, аналогов этой конференции на российском рынке вообще нет, потому что это первая русскоязычная конференция о микробиоме человека, и мы хотим в этом году дополнить, она настолько была разноплановая и широкая, что в этом году мы решили не проводить какую-то конференцию вторую, мы решили просто дополнить прошлогоднюю конференцию новым интервью с Сергеем Вяловым, со многими теми экспертами, которые особенно вам полюбили, за которые вы голосовали. Так вот, возвращаясь, да, и эту конференцию можно приобрести на сайте, который я назвала. Если женщина просыпается каждый раз в 4 утра, это подскакивает кортизол, верно? Не обязательно. Косвенно может свидетельствовать о присутствии кандита, который к этому времени следует сахар, тоже не обязательно, надо стать, я буду говорить про анализ интересный комментарий. Хватит людям мозг засорять, ешьте больше зелени. Спасибо. Да, очень, ну вот, благодаря такого подхода, к сожалению, у нас кандида всегда возвращается. Хорошо, ну вы ешьте зелень для того, чтобы кандида испавится, а мы будем использовать другие современные средства. сбила себе с мыслями. Хорошо, некоторые факторы, Ульяна пишет, была очень классная конференция, просто супер, спасибо большое. Да, Ульяна, я сама получила огромное удовольствие, общаясь, во-первых, с экспертами, сама выступая как эксперт в этой конференции, и тема кандида там тоже рассматривалась, и очень очень много полезной информации, которая преподносилась как готовые уже протоколы, которые вы можете использовать для себя в своей жизни. Как узнать лучше про курс повышения иммунитета? Это не курс, это ну как бы программа, которую мы подбираем индивидуально в случае, если я вижу, что как бы именно иммунитет, низкий иммунитет является причиной каких-то других уже проявлений, то есть если я вижу, что именно у человека есть слабая склонность к кандиде, человек очень часто болеет ОРВИ, я предлагаю программу повышения иммунитета, которая включает, вот как я сказала, разные-разные подходы, не только включение, допустим, трав, БАДов, метаболитов и так далее, но и определенные корректировки в питании, и многие, кстати говоря, могут использоваться и в антикандидном протоколе, к примеру, совершенно очевидно, что некоторые продукты питания, они понижают иммунитет, например, те продукты, которые содержат определенное количество плесени и дрожжей, а что это такое? Это, например, продукты, содержащие продукты, уксус, продукты дрожжевого брожения, это уксус, это сыры, дрожжевого или плесневого брожения, это уксус, это сыры, это алкоголь, это, к примеру, те продукты, на которых плесень может жить, это пойдите вот вы на рынок, вот все, что продается на рынке на развес, сухофрукты, сухофрукты, это вообще чистый натуральный сахар, да, и когда они лежат вот на развес, вот на развал, да, вы покупаете их на развес, там такое количество плесени, бактерий, вы себе не представляете, просто мы очень долго ели эти фрукты, ну, как бы, как все люди едят, и потом мы сдали их в лабораторию, у нас, у меня в семье просто родители оба технологии пищевой промышленности, у нас очень много связей с лабораторией Роспотребнадзора и знакомые есть, которые в лаборатории работают, и поэтому мы все, что хотим, сдаем обычно по знакомству, проверить качество, и это просто кошмар, то, что можно увидеть вот в тех продуктах, которые продаются на рынке на развес, и, конечно же, надо все обрабатывать термически, но я очень сомневаюсь, и я знаю, что это не так, что очень мало людей, к примеру, сухофрукты будут подвергать температуре 100 градусов, как правило, дай бог, если кто-то их моет, да, это уже замечательно, а кто-то и не моет даже, считает, что можно их есть так, и вот все, что связано с такими, такой торговлей, то есть это зерновые на развес, это бобовые на развес, орехи без корлупы, семечки без корлупы очищенные, сухофрукты все однозначно, это все продукты, очень сильно зараженные плесенью, соответственно, если есть низкий иммунитет, очень часто болеет простудами и так далее, вот эти продукты, по крайней мере, на период программы восстановления иммунитета необходимо устранить. Недостаточно совершенно их обдать кипятком, потому что за это время ничего не произойдет, и этого просто недостаточно. Все сыры являются, не все сыры, но большинство сыров являются результатом плесенного брожения. Сыры являются, молодые сыры, в основном бактериального брожения, но там тоже могут присутствовать, как и в кефире, дрожжи, поэтому эти продукты во время антикандидного протокола необходимо исключать. Можно покупать, например, сухофрукты, орехи, семечки, если они очищены, в герметичной упаковке, без доступа воздуха, потому что любой доступ воздуха это фактор развития дрожжей, дрожжи дышат воздухом, поэтому любовь соприкосновения воздухом это размножение дрожжей. Яблочный уксус, который делала сама, бездрожжевой, что значит бездрожжевой? Что вам делает уксус-то? Вам уксус делают дрожжи, которые на яблоках живут. Это раз. А во-вторых, то есть в любом яблочном уксусе там, извиняюсь, дофига дрожжей. Как бы эти дрожжи, этот уксус и делают. Это раз. А во-вторых, у вас дома не лаборатория. И любые продукты, которые вы делаете дома, в них очень много и плесени, и дрожжей. Так что вы не думаете, что если вы сделали его дома из своих яблок, он чем-то лучше, чем магазин. Я тоже даже думаю, что в некоторых случаях стерилизованные, постерилизованные продукты, они будут лучше, чем домашние, богатые бактериями. В студии газообразования что прокомментировать-то? Мы сейчас немножко другую тему разбираем. Или вздутие газообразования, связанное с кандидозом. Можно ли один раз вылечиться от кандиды или от изменения питания на всю жизнь? Нет. Нет. Это однозначно не изменение питания на всю жизнь. Однозначно нет. То есть, это, может быть, зависит от количественного и качественного роста кандиды и от сопутствия. Вот я на самом деле в единичных случаях среди своих клиентов по анализам видела, чтобы кандида не сопровождалась какими-то другими, изменениями других характеристик по анализам. То есть, как правило, кандида, избыточный рост кандиды сопровождается отклонением других показателей по микрофлоре. поэтому иногда этот процесс занимает два цикла, то есть, два курса. Иногда это занимает просто от одного до трех месяцев в зависимости от отклонения. Поэтому и в каждом случае еще есть индивидуальные особенности человека, индивидуальные факторы, которые мы с вами разбираем. И поэтому избавиться можно. Избавиться можно раз и навсегда, но это займет по-разному, разное количество времени. Яблоки без дрожжей покупных. У вас дрожжи живут на яблоках. Вам не надо, никто никогда в яоксус не добавляет дрожжи. Это более покупные. Вообще, покупные дрожжи это культивированные дрожжи совсем без других целей. Интересно, что у вас получится, если вы в яблочный сок закинете покупные дрожжи. Вы вступайте в нашу группу Ферменториум Пробиотик Клуг. Вы будете лучше разбираться в процессе ферментирования. И мед тоже там не нужен. То есть, вообще-то мед, он может подавлять тот процесс ферментации, который нужен для получения настоящего уксуса. Там нужны только яблоки. В редком случае нужен сахар. Но мед, он имеет свою микробиоту очень уникальную и очень конкурентную. Поэтому совсем правильно делать уксус именно так. И уж тем более с покупными дрожжами. Ну, я прямо себе запишу. Это интересно. Квашеная дома капуста вообще к курсу ферментации безопасна? По курсу? Ну, нет, тот же самый комментарий. И камбуча, и чайный гриб, и все, что вы дома ферментируете, все-все-все будет содержать в себе бактерии, дрожжи, и все. У вас не лаборатория дома. Когда мы пьем чайный гриб, мы употребляем сахар или нет? Ну, какой-то остаточный сахар там есть, но в первую очередь сахар нужен для дрожжей, которые ферментируют сахар, для дрожжей и для бактерий. Соответственно, дрожжи ферментируют сахар, получается спирт, да? Поэтому, ну, там сложный процесс, там симбиотическая культура, поэтому дрожжи в первую очередь вы кладете для сахара, вы кладете для дрожжей, не для себя, но полностью сферментироваться сахар не сможет. Какое-то количество сахара там, конечно, есть, и поэтому этот продукт однозначно при кандидозе исключается. По утрам если яблочный лук стала разводить сильно заферментированную камбучу, это хорошо, да, нет одинакового, что уксус, яблочный, что камбучу будете разводить, в принципе, одинаково. Вот, так вот, возвращаемся, а то мы не успеем, да, так вот, что еще может способствовать развитию кандидоза? Лекарственные препараты, подавляющие, к примеру, кислотность желудочного сока, потому что желудочный сок, это наш натуральный защитник от бактерий, которые попадают с едой. Если у вас пониженная кислотность желудка, вы очень склонны к различного рода бактериальным инфекциям, которые попадают к нам всегда в очень большом количестве через еду. А в чем тогда смысл вашего курса по ферментации, если домашнее ферментирование опасно? Я не говорила, что оно опасно. Оно опасно при кандидозе. Для всех людей, которых больше, чем людей больных кандидой, мое домашнее ферментирование является замечательным разнообразием рациона и способом поддержания оптимальной нормофлоры. Так что не нужно так прямолинейно понимать. Вот, поэтому кроме того, на втором этапе, если мы успеем, мы сегодня не проговорим антигандидный протокол, так вот, ферментированные продукты, как способ поддержания иммунитета уже здорового, уже скорректированно, скорректированно включаются на втором этапе антигандидного протокола. То есть, если нет кандиды, то спокойно квасим, едим. Абсолютно верно. Спокойно квасим, едим и укрепляем иммунитет. Утрам есть... Так, так, хорошо. Так вот, ОГК, да, гормональные контрацептивы, различные антибиоты, да, это вот те препараты, которые будут влиять на склонность к избыточному росту кандиды. где можно увидеть исчерпывающий список продуктов, которые показаны, противопоказаны при кандидозе. Ну, вообще, знаете, Ольга, как бы очень много информации можно найти в интернете, я просто не не всей этой информации доверяю, а списки, которые я использую в своей работе, можно получить, если для вас это актуальная тема, то можно от меня получить в моей индивидуальной работе, потому что я всегда даю индивидуально подогнанный антикандидный протокол в соответствии с количественным качественным отклонением именно у вас по анализам, потому что я работаю только по анализам. Я могу дать примерный план, но он всегда должен корректироваться под вашу индивидуальную ситуацию. И некий аналог антикандидного протокола я использую в программе про весну. Она сейчас идет всю весну, заканчивая, заканчивается 1 июня. И это тоже элиминационная диета. И при антикандидном протоколе используется тоже элиминационная диета. Как я говорила на прошлой встрече, которая была как раз посвящена элиминационной диете, перечень продуктов, которые элиминируются, он зависит от целей. В программе про весну мы ставили цель избавления от пищевой чувствительности. И тот перечень продуктов, которые мы используем в элиминационной диете, он очень сходен с антикандидным протоколом. И перечень тех действий, перечень добавок, они очень похожи на то, что может использовать при кандидозе. Более того, в этой программе включены индивидуальные консультации со мной, и мы каждый вторник, второй и четвертый вторник месяца проводим живые встречи с вопросами-ответами. И там мы можем скорректировать ваш план, план по этой программе. Вообще материалов там очень много, там и рассмотрены не только диеты, не только добавки, но и очистительные процедуры, которые, я считаю, не при... очень-очень полезными во время лечения от кандидоза, я считаю, что это даже самый полезный момент с моей точки зрения после изменения диеты. То есть вот именно клизмы или вагинальное орошение с пробиотиками или с определенными рецептами для клизм, которые я тоже даю, они будут одними из самых эффективных средств после изменения диеты. В программе можно присоединиться в любой момент, она идет в записи, то есть там все лекции есть в записи, можно увидеть ссылку на эту программу в моем профиле Instagram, или она есть в группе по ферментированию и в любом случае поддержка в закрытой группе вот на таких... не на таких, а вот в тех вебинарах, которые я веду, живых вебинарах в нашей закрытой группе вы всегда получите. Можно ли быть... Может ли быть кандиды выше нормы, но никак не повлиять на себя, на проявление симптомов? Да, может. Это я говорила в самом начале, когда давала определение норма биоциноза, то есть те референсные значения, которые мы получаем на анализах, они на самом деле для каждого человека очень уникальны, и человек может жить с пограничным или превышающим верхнюю границу показателем кандиды по анализам, но не испытывать симптомов, в этом тоже нет ничего страшного. Если есть сильное отклонение, вот нужно понимать, в какой степени идет отклонение здесь. Окей. Кандида проявляется в период эволюции, потому что кандида... это можно связать с несколькими факторами. Во-первых, повышение эстрогена, во-вторых, может быть, не сам период эволюции, а с периодом спадов вот этих гормонов, если печень перегружена к выведению отработанных гормонов. то есть это один из моментов, и тогда в этом случае нужно работать с поддержкой печени. Окей. Так вот, один из самых значимых факторов, с которыми мы работаем, когда мы говорим о проработке кандиды, это, конечно же, питание. Поэтому, если мы говорим о том, что в первую очередь должно подлежать пересмотру, это, конечно же, ваш рацион. И в первую очередь из него исключаются все продукты с высоким гликемическим индексом, не только, то есть это речь не только о добавленном сахаре, то есть, имею в виду ложка сахара, положенная в чай, но и о любых других формах сахара, будь то крахмал, будь то более сложные молекулы сахара, будь то натуральный сахар или какой-то еще другой, совершенно это не важно. Сахар есть сахар, любой сахар будет в любой форме подкармливать кандиду. Мед сахар, фруктоза сахар, крахмал сахар, сахар это сахар, в общем, не важно, коричневый, белый или серый, буро-малиновый, это сахар. Поэтому любые продукты с высоким гликемическим индексом во время антикандидного протокола стоит исключить. Это один из ключевых моментов. Мы подробнее поговорим еще по поводу продуктов, если успеем, в самом-самом конце. Продукты с высоким инсулиновым индексом. Здесь логика немножечко в другом, здесь логика именно по содержанию сахара, а об этом говорит гликемический индекс. Анализы, как раз я перехожу к вопросу по анализам. Какие-то фрукты можно, фрукты с низким гликемическим индексом можно. Сироп это манамбура, агавы, хрен знает, что еще, все это исключается. Сахар это есть сахар, сироп это сахар, сахар тростниковый сахар, сахар из топинамбура это сахар, сахар из агавы это сахар. Поэтому не позволяйте себя обманывать. Когда вы приходите в магазин, то что вам при продании ягоды можно, все ягоды имеют низкий гликемический индекс, кроме, наверное, авокадо. Потому что авокадо это ягода, насколько я знаю, насколько я помню по этой таблице, все-таки это достаточно крахмалистый продукт. никакие противоглибковые препараты не дают длительный эффект. Я считаю, что комплексный подход и в частности использование, например, клизм с определенными рецептами, использование трав с антимикотическими свойствами, использование правильных пробиотиков, потому что лактобактерии, они могут сосуществовать с кандидой. И не всегда эффективно использовать именно пробиотики. Иногда стоит использовать метаболиты бактерий, потому что многие пробиотики, они проходят транзитом. И вот такие тонкости, понимание вот этих тонкостей, оно позволяет мне, по крайней мере, работать с кандидой очень эффективно и в гораздо более короткие сроки и работать таким образом, чтобы кандидоз не возвращался. Стевию можно, эритритол это спирт, а спирт это продукт сахарного брожения, поэтому тоже нельзя. Я уже полтора месяца не употребляю сахаром, но с чаем пью две чайные ложки меда. это тоже сахар. Я же перечислила виды сахаров. Все это сахар. Использование противобрибковых препаратов вместе с бат-разрушающим биопленку, да, это эффективно. Ну и вообще, в принципе, чем да, это эффективно, просто не нужно в этот же период использовать пробиотики, пожалуйста, да, потому что это будет неграмотно, потому что все вот эти вот противобрибковые средства, антибактериальные средства, они также влияют на пробиотики. Итак, что мы можем использовать для диагностики? Есть различные тесты, да, в интернете всякие опросники, которые могут вам подсказать. Естественно, мед исключается. Это один из продуктов с самым высоким гликемическим индексом в мире, поэтому однозначно мед исключается, это чистый сахар. Так вот, какие, можно найти опросники, по которым вы сможете вы сможете понять, что у вас действительно есть симптомы, которые указывают на избыток кандиды, да, но я не считаю, что они дают все-таки адекватный ответ, вы можете спутать вот эти вопросы и ответы на них с какими-то другими возможно состояниями, поэтому все-таки я люблю работать именно по анализам, потому что они дают как качественное, так и количественное отклонение, да, и кандиды тоже бывают разные, поэтому я люблю видеть анализы, и я обычно прошу сдать анализ на дисбиоз кишечника и урогенитально, хорошо, значит, при неинвазивной форме, то есть при форме, когда поражаются кожи, поражаются слизистые, можно взять соскоп, соскоп и анализ мазка слизистых кожи, ногтей, если нам необходимо определить скажем так показатель иммунного ответа, то мы используем качественное определение ДНК кандиды, это анализ по крови, методом полимеральной цепной реакции, это раз, могут быть анализы по антителак кандиде, это тоже анализ крови, это может быть посев на дрожжеподобные грибы с определением чувствительности к антимиконтическим препаратам, микроскопия мазка и так далее. Если больницы сделали передозировку антибиотиков, чтобы был черный язык, как восстановить организм? Наверное, лучше это все-таки в индивидуальном формате задавать этот вопрос, тем более он не совсем по теме нашей. В чем сложность лечения кандиды? Мы, в принципе, немножко этот вопрос уже затронули, и вы сами уже, кто-то писал в комментариях, что действительно кандиды, как и многие микроорганизмы, образуют пленку, то есть это некая защитная оболочка, которая кандида покрывает себя, и вот эта пленка, она дает некую устойчивость при лечении определенными средствами, даже очень хорошими, поэтому используются эти средства в сочетании с энзимами, как правило, или другими препаратами, которые заряжают биопленку. Неэффективно лечение антибиотиками, хотя сейчас, к сожалению, еще продолжают выписывать антибиотики при кандиде, потому что сейчас современная форма кандида, она, к сожалению, пережила уже генную мутацию и стала устойчивой к антибиотиколечению, поэтому лечению антибиотиками она поддается очень плохо, поэтому я считаю, что нужен комплексный подход, это может быть индивидуальный подход, это может быть индивидуально разработанный протокол, это лучший способ, как я считаю, это может быть и групповой формат на основе элиминационной диеты, которая будет приближена по целям к антикандидному протоколу, тогда это будет действительно работать. Программа про весну, которую мы проходим, она как раз подходит для этих целей и может быть корректирована на основании ваших диагнозов и индивидуального состояния организма, это мы делаем уже в индивидуальной консультации, которая включена в программу. слухое голодание может рассматриваться как аналог препаратов, разрушающих биопринку? Конечно, нет. Никакого аналога здесь нет. Так вот, что можно использовать для лечения кандиды? Я сейчас дам, скажем так, общие ориентиры, чтобы понимать. Я не буду называть какие-то конкретные средства, это неправильно, потому что в каждом конкретном случае согласно анализам, согласно количественной характеристике и общей картине, нужно подбирать эти препараты индивидуально и нужно индивидуально подбирать их дозировку. Поэтому мы поговорили уже про корректировку диеты, мы говорили про исключение продуктов с высоким химическим индексом, продуктов, которые ослабляют иммунитет. Я бы еще рекомендовала здесь исключить ферментированные продукты, продукты, которые содержат дрожжи, плесень, даже если это очень хорошие какие-то продукты и так далее. Я бы рекомендовала исключить полуфабрикаты, потому что как правило в них содержится и сахар, и рафинированная мука, и все прочее, поэтому здесь надо очень внимательно читать состав. Так вот, программа как правило делится на два этапа. Индивидуальная продолжительность антикандидного протокола она исключительно рассматривается индивидуально, то есть в соответствии с вашими анализами состоянием организма. Как правило это две недели, каждый этап происходит две недели, то есть общий курс примерно месяц. Но в зависимости от того, как быстро уходят симптомы, как хорошо кандида поддается этому лечению, сроки могут быть скорректированы. Мы используем на первом плане, на первом этапе противомикробные средства, мы рассматриваем бактериофагию, бактериофагию мы рассматриваем не кандиде, а к сопутствующим отклонениям по забыла слово, сложный был день сегодня, по другим отклонениям по другим микроорганизмам, поэтому бактериофагии могут использоваться в этом случае. Могут ли эфирные масла помочь при борьбе с кандидой? Могут масло орегано это душиться, масло чеснока может использоваться, может использоваться как способ нанесения на участки, пораженные участки кожи. Единственное, что, наверное, не стоит их наносить непосредственно на слизистые, и если мы говорим про употребление внутрь, то это должны быть все-таки масла, которые имеют определенную категорию для того, чтобы можно было их употреблять внутрь. Эфирное дерево, масло чайного дерева тоже самое. Так вот, мы используем на первом этапе очистительные процедуры, и вот здесь как раз идут клизмы по специальным рецептам. Я уже повторюсь еще раз, что я считаю, что эта процедура наиболее эффективна после изменения диеты. На программе мы все вот эти принципы, все процедуры рассматриваем, в том числе очень большое количество очистительных процедур, которые могут параллельно рассматриваться. Если мы говорим, допустим, при кандиде урагенитальной, мы можем использовать тампоны, смоченные пробиотиками определенными. мы обязательно используем на этом этапе травы, поддерживающие печень, потому что происходит отмирание кандиды и происходит перегрузка печени, вот эти токсины и то, что попадает в кровеносное русло, это все, конечно же, будет нагружать очень сильную печень. После того, как пройден первый этап, мы переходим ко второму этапу, где мы начинаем постепенно включать те продукты, которых мы исключали, но при этом мы включаем сюда уже препятические продукты, мы включаем пробиотики, мы включаем метаболиты, мы включаем чаи, которые будут поддерживать восстанавливающие функции организма, будут работать как витаминные добавки, улучшать аппетиты, повышать секрецию пищеварительных соков. Мы используем пребиотики, пробиотики, заживляющие средства, ну и различные другие добавки. Список этих добавок очень широкий, он может варьироваться в зависимости от того, что у вас уже есть дома, то есть я никогда не настаиваю на том, чтобы вы покупали обязательно какое-то одно определенное средство и заказывали его из Америки. Очень много можно найти и в наших аптеках, и у травников, и многие даже не догадываются, что их можно найти в супермаркете, поэтому это все доступно и можно скорректировать в зависимости от ваших возможностей. Хорошо, я, наверное, на этом буду закругляться, отвечу сейчас на все вопросы, которые вы написали, если есть еще вопросы, пожалуйста, пишите, я буду на них сейчас отвечать, у нас как раз осталось 4 минуты в Инстаграме, я считаю, что программа по кандиде, как она должна идти индивидуально, либо это должна быть групповая работа, но направленная на как раз вот эту цель должна быть именно устранение кандиды, потому что вы не ходите к врачу толпой, вы идете и разговариваете со специалистом один на один, вот такой же подход должен быть в лечении кандидоза, невозможно человек выписать групповой рецепт. Единственное исключение, еще раз повторюсь, что это может быть групповая программа, но ее цели должны быть непосредственно направлены на устранение кандиды или восстановление норма флоры. Можно ли печь хлеб на закваске из муки и зеленой гречки? Это зависит от степени роста кандиды вообще вот закваска из муки это те же самые дрожжи, только не культивированные покупные, а дикие дрожжи, но это те же самые дрожжи, вы поймите, я уже много раз говорила, что магазинный хлеб из культивированных дрожжей, что домашний хлеб на закваске, это одно в принципе и то же, потому что бактерии, дрожжи живут на муке. можно ли этот протокол применить при грудном скармливании? В отношении питания, да, а в отношении добавок очень аккуратно, нужно подбирать и скажем, однозначно не все добавки подойдут, многие однозначно противопоказаны при грудном скармливании и время беременности. Так, читаю комментарии. Все вопросы? Значит, программа про весну, если вы спрашиваете, она есть на сайте, она есть значит, она есть в моем профиле, в инстаграм, ссылка на нее есть в нашей группе Афермиториум Пробиотик Клуб, я скину ее сейчас в комментарии на Фейсбуке, и на этом же сайте есть раздел услуги, и можно найти по поводу индивидуальной консультации работы со мной. Эфирные масла нужно же разводить в базовых, иначе получится реакция. Абсолютно верно, я и так и сказала, что эфирные масла не надо наносить непосредственно на кожу и на слизистые, то есть они естественно должны разводиться, иначе ни в коем случае так их использовать нельзя. Атопические дерматиты у ребенка тоже без клизма не обойтись. Ну, а как это связано с кандидой-то в данном случае? А если у него сопутствует кандида? Не очень, извините, на вопрос. Если атопические дерматиты у ребенка, тоже без клизма не обойтись. А как бы для лечения кандидой для чего? Если первый этап используются бактериофаги, то имеет ли смысл ставить тампон с пробиотиками? Разумеется, бактериофаги это вирусы для микроорганизмов, а не для вас. И бактериофаги, они имеют всегда целевое назначение. То есть, есть бактериофаг, например, эшерихии, то есть кишечной палочки, есть бактериофаг другим бактериям, то есть они поражают исключительно те бактерии, ради которых мы их употребляем. Стоимость консультации моей 4 тысячи рублей это для новых клиентов, то есть перед первой консультацией платите 4 тысячи рублей, это стоимость одного часа работы со мной и регистрационный сбор. Каждая последующая встреча стоит 2 тысячи рублей. Чем можно поддержать печень? А я в основном использую фитотерапию. Не совсем поняла про яблочную уксус, разве не относится к ферментации? Конечно, относится. И яблочный уксус это продукт дрожжевого брожения ферментации, дрожжевой броженции. После яблочного уксуса у меня осталась матка уксуса. Можно ли использовать пищу или выбрасывать? Ну, я не использую. Пожалуйста, посмотрите рецепты, может быть, что-то найдете полезное. Можно использовать ее для последующей ферментации яблочного сока в уксус, тогда процесс пойдет намного быстрее. Атопический дерматит это не всегда проявление кандиды. Возвращаясь к вашему предыдущему вопросу по поводу клизм, да, это будет очень полезно. И рецепты могут быть разные. Я использую очень много рецептов разных. Это могут быть очистительные и питательные клизмы. поэтому как правило они используются последовательно и правильно в историйном курсе. Я вижу, что у нас уже заканчивается временный инстаграм, поэтому спасибо вам, что вы были со мной сегодня вечером. Приглашаю вас еще раз на программу про весну, которая, я считаю, одной из лучших своих программ. и оставайтесь с нами. Буду рада вас видеть на следующих весенних встречах. Всем доброго вечера. Так, тогда на Фейсбуке я отвечу на оставшийся вопрос. Или он не один? Сейчас я посмотрю. При тяжелой железодефицитной анемии и кандидозе сначала удаляем кандиду, а потом восполняем железо или действуем одновременно. Я думаю, что можно одновременно, потому что в принципе никаких пересекающихся и антагонистических препаратов я здесь не вижу. То есть восполняем железо и правильной диетой опять же, правильно выстраивая диету и добавками железа. А с кандидой мы работаем все-таки с другими препаратами, другим набором. Вот. Окей. Надеюсь, я на вопросы ответила, потому что пока я не вижу больше вопросов. И, в общем-то, мы тогда будем с вами прощаться. Очень рада, что вы сегодня были со мной. спасибо вам большое. Если вы считаете, что этим эфиром, этот эфир будет полезен вашим друзьям, то обязательно поделитесь им на фейсбуке. Я вам буду очень за это благодарна. И думаю, что ваши знакомые тоже. Спасибо еще раз большое. Всем хорошего вечера. И будем на связи. Пока-пока. Спасибо.